Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я вам расскажу, как я выбирала себе новый опрыскиватель, по каким критериям я подбирала и насколько сложен выбор нового опрыскивателя. Я скажу сразу, что для тех, кто ни разу аккумуляторный опрыскиватель не покупал и будет выбирать начинающие, как я, выбрать, конечно, сложновато. Ну и хочу сразу предупредить, что видео будет длинное, подробное и направлено оно, конечно, больше для начинающих огородников, тем, у кого уже есть опрыскиватель, наверное, это будет неинтересно. И скажу сразу, что сайтов очень-очень много, некоторые заявляют себя и официальными представителями, и от производителя, вот как, например, вот это опрыскиватели «Умница» от производителя. Я от этого сайта отказалась у них заказывать, еще от другого. Сейчас расскажу, почему, по каким критериям я отсортировала, откидывала сайты, которые мне не подходят для заказа. Ну, начну, сделаю немножко предисловие. Все уже знают, что я живу в маленьком городе, и у нас вот аккумуляторный опрыскиватель, я еще в прошлом году, у нас не так много, во-первых, специализированных садовых магазинов, выбор невелик. И нам сюда дорогие товары редко возят, потому что платежеспособность покупателей низкая, и у них дорогой товар, я вот спросила, еще в прошлом году у меня была мечта купить такой опрыскиватель, они сказали, такие дорогие опрыскиватели мы только под заказ. Просто так они не возят, чтобы привезти, он лежал, потому что они боятся, что никто не купит. И вот, короче, вот так вот с витрины просто купить в прошлом году мне не удалось. Я купила простого жука. Я вот сейчас кусочек видео следующий вам ставлю, там, где простой жук обыкновенный, вот, ну, накачивает рукой. А в этом году мои постоянные зрители знают, что у меня с левой рукой проблемы произошло зимой, артроз плечевого сустава, и вот эти движения все были сопряжены с болью. И поэтому я уже намечала купить опрыскиватель вот этот аккумуляторный, чтобы облегчить себе труд. Но опять же, у нас тут прошел коронавирус, вот этот карантин, и по магазинам шариться мне очень не хотелось, лишний раз не рисковать. Я решила, как все нормальные люди, выписать через интернет. Сразу скажу, что выписываю через интернет крайне редко, и стараюсь обходить стороной те сайты, которые требуют сразу предоплаты, неизвестно куда, кому. И я говорила уже, что я вот капельную ленту выписывала только из стеллажи. Все выписывала на сайте инструменты.ру, только потому, что там деньги платишь при получении. То есть у тебя гарантия, что ты товар получил, отдал за него деньги. Я вбиваю купить аккумуляторный опрыскиватель «Умница». Сейчас расскажу, сколько сайтов я прошла. И выходит, конечно, очень-очень много вот таких вот интернет-магазинов. Например, написано «Опрыскиватель «Умница» от производителя». Каталог. Тут написано «Заказать звонок». Скажу сразу, почему я здесь не стала заказывать. У них написано «Заказать звонок». Заказала звонок еще на прошлой неделе, 5 дней назад. Они должны были, как менеджер должен был позвонить. Никто не позвонил. Через 2 дня еще раз заказала звонок и написала, что мне нужна консультация. Хочу купить вот хороший, дорогой опрыскиватель аккумуляторный. Сама выбрать не могу. Указала адрес своей электронной почты. Тишина. Вот прошла ровно неделя. Никто вот с этого сайта умница, у которых указано, что они работают с покупателями и дают консультацию и все. Ничего. Тут только можно сразу купить. Покупайте, не глядя. Все. И вот эти, конечно, все очень много моделей. И меня удивило, что большая разница в цене. Я вот смотрите, смотрю. Одинаковый. Я уже определила для себя, что мне нужно 12-литровый. Сейчас посмотрите, какой у меня был жук. Вот здесь сейчас я вам вставлю. А дальше я начну уже дальше более подробно. Я уже говорила, что вот этот опрыскиватель я сломала, когда обрабатывала яблоню и картофель. Я вам показывала от насекомых. Он такой вот, ну как, с рычагом. Именно вот этот рычаг перестал, ну как, делать, накачивать. Хотя я в прошлом году только, вот прошлой весной, его купила. Немного обработок им делала. Он был 12-литровый, обычный, ранцевый. И вот, когда он сломался, мне пришлось покупать, искать новый. Вот так как все в один голос мне советовали заменить его на аккумуляторный, чтобы не мучиться, то я начала поиски. Выбор 12-литровый определился только потому, что почти все препараты рассчитаны на 10 литров. То есть 10 литров наливаешь, значит мне не 8-литровый. Вот есть такой же, только 8-литровый мини. Мне не 8-литровый, не 16-литровый не подходит. Потому что 16-литровый мне переносить тяжело, вы понимаете, женщина в возрасте. 8-литровый, ну я уже объяснила, что все препараты рассчитаны на 10 литров. Меня удивила, что цена. Почему я хотела заказать консультацию? Вот, например, вот этот OL-12, 12-литровый 5-120, а этот такой же, OL-MR-12. Ну, короче, такой же объем, эта же марка, но уже 3-290. Я заказала консультацию. Ничего мне никто не перезвонил, оставили без вопроса. Но, короче, я дальше пошарилась на этом. Тут только все, купить, купить, купить. Покупайте молча, без всяких там. Потом, сейчас, подождите, дойдем до конца, чтобы уж точно сказать, почему я. Потом, посмотрела адрес, Ярославское шоссе, 26. Все, контакт, телефон, позвонила, трубку не взяли. Все, я от этого сайта отказалась. Раз они разговаривать с покупателем не хотят, объяснять ничего не хотят. И тут у них предоплата, и за доставку еще полтысячи пятьсот рублей. Пошла на другой сайт. Ну, вы знаете, что я человек такой, как это, хочу добраться до самой истины. Я начала, сейчас покажу вам. Я начала выписывать. Вот разные сайты, вот один сайт, одна цена, другая. Адрес написала, там, Варшавское шоссе, 26. На другой сайт дошла, характеристики все выписала. Зашла на другой сайт. Кстати, адрес тоже. Ярославское шоссе только уже 28. Мне вообще показалось интересно, что все адресаты прям в ближайших зданиях, чуть ли не рядом друг в друга. Потом я зашла на другой сайт. Тоже заказала звонок. Мне тоже не ответили. Я все условия также посмотрела. Короче, этот сайт вот у нас... Сейчас, подождите. Этот сайт Умница Рус, потом есть Умница Нет. И я, когда начала смотреть, я же думала, что это наш бренд, ну, как русский опрыскиватель. Оказалось, что все это производство Китай, а все вот эти, которые пишут, вот, Умница Нет, точно так же. Я зашла. Меня, во-первых, удивило, что цена рубль в рубль. И вот такой же вот этот знак, только другое название почему-то. Я не знаю, но мне кажется, это одно и то же. Также мне никто не ответил. Никто меня проконсультировать не захотел. Такая же цена. Вот они, видите. Я хотела узнать именно разницу цены. Так. И еще почти во многих, вот видите, вот этот опрыскиватель, который я хотела написано, временно отсутствует, временно отсутствует. То есть у них идет реклама, у них идет все это. Можно посмотреть, но купить нельзя. И долго посомневалась я, и решила я пойти на тот же самый сайт, где я заказывала эту капельную ленту и стеллажи, все инструменты РУ. Сейчас, чтобы время не терять, я сначала найду, дойду до этой страницы, а потом... Набрала я все инструменты РУ, набрала все для сада, там у них отдел, и зашла. Конечно, он не специализируется вот на таких, у него больше инструменты, но мне здесь нравится, что не надо предварительно оплачивать, и у них нет почтовых расходов, вот этих, за доставку. Я начала искать, конечно, здесь не такой выбор, как вот там, на умницах, но я все-таки дошла до такого опрыскивателя. А, кстати, а вот он мой жук. Вот этот жук я за полторы тысячи прошлой весной брала, а почему-то он у меня отказал. И вот так. Сейчас я вам дойдем до того, который я выбрала. Так. Патриот. Вот он. Вот смотрите. Я нашла вот этот Патриот. Так. Тут почему-то не написано, что он аккумуляторный. Придется еще раз маленько прерваться. Но, к сожалению, я свою марку не нашла, возможно, их уже нет. Но я нашла такой же вот Патриот, тоже на 12 литров. Но я выписала, вот смотрите, тут написано, произведено родина бренда США, а производство Китай. А я выбрала себе родина бренда Россия, а производство Китай. Я заказала звонок туда, мне все, менеджер объяснил. И, наконец-то, он мне рассказал, почему один и тот же объем вот этих аккумуляторных опрыскивателей, один стоит пять тысяч, другой стоит три тысячи. Он мне объяснил, что это от аккумулятора. Одни какие-то литий-ионные, а другие другой. И тот, который более дорогой, его обычно берут те люди, которым нужно работать при холодной температуре. Потому что вот этот, который я взяла, я взяла дешевле за три шестьсот, а не за пять сто, ой, за три шестьсот, да, а не за пять двести. Тот, который за пять двести, он может работать при холодных температурах, и аккумулятор не садится. И этот менеджер такой культурный объяснил мне, что если вы берете только для садовых работ, вы же при плюсовой температуре всегда будете работать, вам нет смысла переплачивать и платить за пять тысяч. Вы вполне можете взять вот за три тысячи и все. За пять тысяч это берут, они же для разных, оказывается, целей вот эти распылители. Обрабатывают какие-то там и постройки для животноводства в целях дезинфекции, и какие-то там и моют что-то ими, и окна там еще что-то, ну, опрыскивают. Ну, не знаю я. Короче, он сказал, кто работает при низких температурах, тому обязательно нужен вот этот дорогой с теми аккумуляторами, которые не садятся при холоде. Я заказала, заказ приняли. Вот он мой. Где же сейчас спать? Вот, сейчас как раз прочитаем. Вот, у меня заказ, он 3600 стоит, и он уже 10 июня, он уже в корзине, 10 июня я его заберу, заплачу там прям на месте, и все, на этом мой выбор закончился. Конечно, я не нашла опрыскиватель умница, но я думаю, опрыскиватель патриот, который наполовину русский, наполовину китаец, мне тоже подойдет, когда я его получу. Я, конечно, все вам подробно расскажу, но я выбирала вот по характеристикам. Именно литраж, что 12 литров, именно аккумуляторный, чтобы не дрыгать рукой вот этой. В моем возрасте уже руками много не подрыгаешь, больно потом, руки болят. Вот для пожилого возраста, мне кажется, нормально. Но я, конечно, не знаю, еще ничего я не приобрела, когда привезу домой, первый раз поработаю, я тогда пойму. Ну, говорят, люди говорят, что земля и небо, я тоже верю, что этот, ну как, опрыскиватель облегчит немножко мою жизнь, и больше свободного времени у меня будет для собственных дел, для внука. Все, до свидания, желаю всем вам. Вот мне еще там предлагали, что на каком-то другом сайте Озон, что ли. Вы понимаете, я поняла, что я никогда же в интернете раньше не выписывала, чтобы выписать в интернете что-то. Нужно перелопатить такую кучу информации, нужно проверить столько сайтов, и оказывается, некоторые сайты не очень подходят для нас, таких простых людей. Я-то вот к подшественному думала, если я буду покупать, мне все объяснят, все расскажут, какой мне подходит больше, какой не больше, фиг, никто тебе ничего не хочет объяснять. Но, по крайней мере, мне никто не ответил. Ни с одного, вот три сайта я проверила, а потом решила, что не буду-ка я тратить свое время, пойду проторенной дорогой. И, конечно, мы все нарабатываем именно те пути, которые первый раз, вот хорошо, где получилось, мне вот здесь, я все инструменты тоже заказала, первый раз хорошо получилось, я туда же и пошла. Ну вот люди пишут, что им нравится этот сайт. Ну, патриот так патриот. Все, до свидания.